Добрый вечер, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу «Это актуально». На вопросы сегодня ответит мэр Северодвинска Михаил Гомарин. Здравствуйте, Михаил Аркадьевич. Добрый вечер. Совсем недавно вы приняли участие в заседании Президиума Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. Вот обсуждение вопроса на таком уровне, значит ли это, что федеральная власть уделяет серьезное внимание вопросам развития арктических территорий? Да, действительно, сегодня государство достаточно много внимания уделяет именно вопросам Арктики. И вы видите это и посредством массовой информации, и по той информации, которая сегодня есть у нас в открытом доступе. Хочу сказать, что заседание проходило в Совете Федерации, вела непосредственно Альтина Ивановна Матвиенко. Участие принимал и вице-премьер Дмитрий Рогозин, много руководителей субъектов Российской Федерации, глав муниципальных образований. В конечном итоге все выступающие, участники пришли к заключению, что закон действительно такой необходим. Более того, принято решение доработать проект закона в ближайшее время и постараться принять его до осени 2016 года. Я надеюсь, что моменты, касающиеся муниципальных образований от Архангельской области, в законе будут учтены. Хотя ряд выступающих склонялись к тому, что необходимо пересмотреть зоны, необходимо пересмотреть конкретные территории, которые сегодня входят в арктическую зону. В том числе говорилось и о юге Белого моря, то есть и о наших территориях. Я надеюсь, что в рабочую группу войдут представители от Архангельской области, и мы сумеем отстоять свои интересы. Завтра у нас первый день календарной зимы, но Северодвинск уже столкнулся с заморозками, со снегопадами. Как Вы оцениваете работу коммунальных служб в это время? Вот конец осени, начало зимы, оно показало, что действительно могут возникнуть вопросы. И снегопады в течение нескольких дней, и оттепли сменяются заморозками. Поэтому, то, что касается спецавтохозяйства, на сегодня у нас подготовлено 60 единиц техники, 13 тысяч тонн пескосоляной смеси. И по началу можно сказать, что в принципе спецавтохозяйство с основными своими задачами, оно справляется. То, что касается управляющих компаний, это внутридворовые территории, дворы, определенные вопросы на сегодняшний день есть. Замечания высказаны, я надеюсь, что службы исправятся, отработают, и в течение зимы будет все содержаться надлежащим образом. Продолжим зимнюю тему. Жители с нетерпением ждут открытия катков. Давайте посмотрим первые видео. Мне просто интересует самый главный вопрос, именно зимний. Когда у нас откроются катки, и будут ли эти катки бесплатные? Просто раньше же в каждом дворе, но вы молодые его не помните, я помню, но в каждом дворе у нас были катки. И мы все катались. А мне еще интересует, в ноябре этот каток строят там, когда его построят, вообще построят ли когда, не построят когда лето, мы будем там на роликах кататься. Меня вот интересуют именно спортивные вопросы. Спорту город уделяет большое внимание. Чем можно порадовать любителей активного образа жизни? В первую очередь, это наши основные стадионы. Это Север, это Беломорец, это Энергия, это Строитель. И там будут ледовые площадки, как только будет позволять погода. На сегодня мы подготовили документ, который в ближайшее время будет согласован и размещен в средствах массовой информации. По бесплатному катанию. Кроме того, у нас есть еще и парк культуры, который также готовит ледовую площадку. Ряд торговых организаций наших ведущих, которые тоже возле своих объектов делают ледовые площадки. Поэтому было бы желание, а возможность покататься, безусловно, будет. То, что касается крытого катка на Яграх, то я надеюсь, что в начале 2016 года мы его сможем запустить в эксплуатацию. И уже зимой 2016 года наши горожане смогут, так сказать, покататься на искусственном катке. Да, на искусственный лед опробовать. Ну и, естественно, в летний период тоже. После ремонта открылся физкультурно-оздоровительный комплекс на юбилейной 5. Мы спросили мнение первых посетителей. Давайте их послушаем. Конечно, зал современнее стал, то есть все так удобно, много всяких тренажеров появилось. Мне очень нравится, то есть вообще отличный зал. Большое спасибо тренеру нашему, который тут так все отлично сделал. Я буду сюда с удовольствием теперь ходить. Ну, ремонт в холле здорово. Двери мне понравились, удобно ходить. А так, новое, все здорово все. Все, в принципе, все удобно. Замечательно. Привезли новые тренажеры. Все радует, конечно. Все довольны. Надо сказать, еще раз, наверное, поблагодарить и губернатора, и наших депутатов областных, которые помогли нам реализовать те работы, которые мы запланировали в этом году. Работы действительно серьезные. Это и кровли, это и замена окон, и напольное покрытие в залах. Это приобретение инвентаря. Это площадка непосредственно у самого физкультурно-оздоровительного комплекса. Достаточно большой такой объем работы. И я надеюсь, что все это будет способствовать тому, чтобы в этом микрорайоне активнее занимались физкультурой и спортом. У нас действительно там, в этом микрорайоне не хватает спортивных площадок, поэтому здесь поставлена задача сегодня еще и перед нашими образовательными учреждениями, чтобы они активнее работали, потому что в каждой школе есть спортивный зал. Там тоже можно заниматься и физкультурой, и спортом, посещать секции, в частности, нашим детям. Перейдем к вопросам телезрителей на тему городского хозяйства. Первая от Владимира Копылова. Когда, наконец, построят мост, строим за 11 миллиардов в Сочи трамплин, а мостик построить стратегически не может. Почему люди у нас из деревяшек идут, из сломанных, прямо на завод и строят подводный атомный флот? Мне непонятно, куда вкладываются деньги нашего государства. Наверное, надо вкладывать сюда, а не в какую-то дыру черную. Серьезный такой вопрос. Действительно, мост у нас является таким стратегическим объектом, и мы достаточно много внимания ему уделяем. Понятно, что сегодня в государстве непростая экономическая ситуация, программы многие подрезаны, но в то же время работу по привлечению федеральных средств на строительство моста мы проводим. И окончательная точка пока не поставлена. Я думаю, что в течение месяца мы должны окончательно определиться вместе с правительством Архангельской области по 2016 году. Но сегодня надежда у нас такая есть, что все-таки мы сумеем добиться получения федерального финансирования на строительство моста. Предварительно в 2015 году такие заверения со стороны федерации были. Сейчас мы работу такую проводим. И надеюсь, что мы все-таки сумеем добиться решения данного вопроса финансирования и в течение определенного времени построим все-таки новый мост. Смотрим следующий вопрос. Михаил Аркадьевич, уважаемый, очень нужен козырек какой-нибудь на основу перегородного поезда на морском. А что там, какая проблема? А там ничего нет, вот дождь, снег, все что угодно, и мы стоим там, ждем поезд перегородный, под открытым, хочется называть снегом. И дождь, и снег, и все что угодно, летом жара такая невозможная. И мы все там стоим, страдаем. Можно чем-то помочь? Ну вот обслуживание данной площадки, оно закреплено за северной дирекцией железной дороги. То, что касается вот этого павильона, то я дам, безусловно, поручение комитету ЖКХ, муниципалитета проработать данный вопрос и найти какой-то выход из данной ситуации. Будем стараться решать вопрос либо из муниципального бюджета, либо из небюджетных источников. Ну, что-то будем делать. Ну, следующий вопрос касается уличного освещения. Конкретно в нашем дворе фонари присутствуют, освещение осуществляется за счет внутри подъездных ламп. То есть мы, наниматели, мы, скажем, своего кармана, в отличие от всего города. Также Александр Викторович спрашивал про ремонт тротуаров. Что можно ответить на оба вопроса? Ну, то, что касается освещения, это старая часть города. У нас там достаточно активно проводятся сегодня строительные работы. Поэтому, конечно, они обходятся без повреждений кабельных трасс. Но это связано с тем, что временно освещение отсутствует. Но я надеюсь, что до конца декабря повреждения будут устранены и освещение будет восстановлено. То, что касается тротуаров. Ежегодно мы проводим ремонт тротуаров. Вот, если брать по 2015 году, то около 4,5 тысяч квадратных метров было восстановлено тротуаров по городу Северодвинску. Эта работа будет продолжена и в 2016 году. Мы, конечно, посмотрим конкретные адреса, которые, по которым задают вопросы наши горожане, и постараемся тоже там провести ремонты. Лидия Ивановна Макарова интересуется, когда будет капитальный ремонт ее дома на Полярный 40? Действительно, данный вопрос задают очень многие горожане. Можно информацию посмотреть по конкретным домам на сайте администрации в разделе ЖКХ. Это первое. Второе. В каждой управляющей компании такая информация также есть по конкретным домам. В этом году у нас планируется завершить ремонт на 37 домах. В 2016 году в общей сложности около 30 домов тоже должны пройти капитальный ремонт. Поэтому вот работа ведется, а информацию, когда конкретно, можно посмотреть еще раз, повторюсь, на сайте, либо в управляющей компании непосредственно, которая обслуживает данный микрорайон, данный дом. Волнуют жители Северодвинска и тема так называемых нулеваяк. Вот вопрос, когда закроют наши наливайки, это конкретно, чтобы по нашему городу. С 1 января вступает в силу новое региональное постановление. Продажа спиртного, оно ужесточило требования, но я так понимаю, что спорные вопросы остались. Да, безусловно, вопросы еще остались. Я надеюсь, что каким-то образом все-таки ситуация улучшится в связи с тем, что сейчас ограничено время по реализации спиртосодержащих, так сказать, напитков. Но в то же время, на наш взгляд, и мы свои предложения направили и в правительство Архангельской области, в областное собрание, для того, чтобы был рассмотрен вопрос по инициированию, внесению изменений в федеральное законодательство. На наш взгляд, необходимо прежде всего запретить продажу в жилых домах. Это тоже достаточно важно. Поэтому надеюсь, что общими усилиями, все-таки с этим злом вместе мы сможем навести порядок. Ну, безусловно, потребуется какое-то время. Следующий вопрос задает воспитатель группы продленного дня Светлана Владимировна Коркина. Она жалуется на низкую зарплату. Здесь надо в каждом конкретном случае разбираться. Средний уровень заработной платы по такой категории около 20 тысяч рублей. Поэтому, если есть конкретные вопросы, нужно обратиться непосредственно к своему руководителю либо в управление образования и посмотреть, в чем причина. В пятницу в городе открылся второй многофункциональный центр на Советской 55. Какие услуги могут там получить горожане? Ну, прежде всего, хочу сказать, что один многофункциональный центр мы открыли в 2014 году, который предоставляет на сегодня порядка 28 услуг. Новый МФЦ будет предоставлять так же, как государственные услуги, так и муниципальные услуги. Но важно, что будут предоставляться услуги кадастровой палаты, налоговой инспекции, фонда социального страхования и других федеральных структур, по которым сегодня наши горожане вынуждены обращаться в разные инстанции. Сегодня все это будет возможно сделать в одном месте. В ноябре вы подписали разрешение на ввод в эксплуатацию третьего в этом году социального дома, который строится по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Северодвинск полностью завершил второй этап программы и частично начал третий. Какие планы дальше? Действительно, мы завершили второй этап. И в декабре, я надеюсь, что наши граждане получат соответствующие документы и въедут в новое жилье. По третьему этапу сегодня у нас проведены уже необходимые конкурсные процедуры. Сегодня определены подрядчики, которые будут сдавать дома. Я надеюсь, что третий этап мы также выполним в срок. То, что Северодвинск меняется, замечают и гости города. Давайте послушаем, что они говорят. Мы прямо рискированы. Ждем здесь родственников сейчас. Мне нравится, как сейчас город меняется. Он очень расстраивается. Когда я была маленькая, он не строился вообще. Сейчас строят новые дома, это очень хорошо. И в принципе, мое пожелание, чтобы так дальше было. Чтобы было так же чисто, так же хорошо. Чтобы дальше строились дома, чтобы молодым семьям было куда въехать, новые квартиры. Спасибо за добрые слова, за пожелания. Мы, безусловно, будем стараться реализовывать те моменты, которые сегодня важны для наших горожан. В частности, строительство жилья. Оно у нас всегда на первом плане. На этой оптимистичной ноте предлагаю завершить программу. Спасибо, Михаил Аркадьевич, что нашли время ответить на вопросы. Всего доброго. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»!